Приветствую вас, дорогие друзья! Благодарю вас за то, что вы смотрите наши библейские часы онлайн, за вашу поддержку, за ваши вопросы, за то, что вы жертвуете для нашего служения. Это большое благословение для нас и, я уверен, для вас тоже. И сегодня, в третьем выпуске нашего библейского часа онлайн, я хочу поговорить с вами о трех вопросах. Два из них задавали вы, и один из них у меня родился в процессе общения в социальных сетях на этой неделе с тюрьмой. Во-первых, хотел бы поделиться с вами, будем так говорить, откровениями по десятини. Десятин – это один из вопросов, которые вы задавали. Слава богу, что вы задаете эти вопросы, потому что если вас до сих пор это беспокоит, значит, вы что-то ищете еще, что-то вам внутри показывает, что нужно продвигаться как-то в изучении этого вопроса и так далее. Хорошо, что вы эти вопросы задаете на самом деле, но вопрос «не нужно ли платить десятину или нет в данном случае?» А куда нужно платить десятину? Вот такой вопрос я получил. И что делать с пожертвованием? Мы, наверное, говорили, второй вопрос, задали два вопроса в одном, поэтому хочу ответить на этот вопрос. Во-первых, десятина, давайте вспомним, куда она вообще изначально шла. Десятина шла на содержание храма. То есть от десятины питались левиты, от десятины содержалось храмовое служение, от десятины все, что происходило в храме, там, ремонтировалось и так далее. То есть на сегодняшний день в некоторых церквях, ну, я знаю такие церкви, где на десятину, в общем, фактически существует весь коллектив служителей этой церкви. И поэтому понятное дело, что десятину необходимо внести в ту церковь, в которой вы назидаетесь, в которой ваша семья, в которой вы служите или служат вам, для того, чтобы эта церковь продолжала существовать, для того, чтобы она продолжала расти и развиваться. Десятину, понятное дело, что нужно отдавать, потому что это просто не для того, чтобы получить какое-то благословение сверхъестественное, а именно для того, чтобы выйти из-под проклятия. потому что Писание говорит нам в Малахии 3 глава 8-9 стихи, что как вы спрашиваете, как можно обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня тем, что не приносите десятины в дом хранилища моего. Поэтому по поводу десятин, однозначно мое мнение, это туда нести, где находится ваша церковь. Теперь по поводу пожертвования. Пожертвование или приношение – это ваше личное откровение, кому, когда и куда жертвовать. Есть очень много разных телеканалов, есть очень много разных служений, как и наше, например, вы можете пожертвовать и в наше служение, и в служение кого бы то ни было другого. Это ваше личное откровение. Но это, будем так говорить, не отменяет того, что вы должны помолиться и узнать, как вам лучше всего распределить свои деньги пожертвования. Я считаю, что часть этих пожертвований все-таки должна идти и в вашу поместную церковь. Потому что, знаете, у нас, например, в церкви есть четкое разделение. У нас учет отдельно десятины, отдельно пожертвования. Почему? Потому что на десятины у нас существует сама церковь, надо оплачивать царин до помещения, оплачиваются какие-то текущие расходы, пожертвования расходуются. Например, на благословение проповедников, которые к нам приезжают. Понятное дело, что они делают это доброохотно и жертвуют своим временем. Не надо своими финансами, потому что приезжают издалека, но мы все равно благословляем их финансами, потому что Писание говорит, наставляемый обильно или как-то достойно делись всяким добром с наставляющим. То есть мы считаем, что это нужно делать, поэтому эти деньги у нас расходятся из пожертвований. Поэтому вы можете жертвовать куда хотите, это ваше откровение, но часть этих пожертвований должно идти именно в вашу поместную церковь. Это мое такое убеждение и учение в нашей церкви. Итак, мы приняли у нас такое правило. Возможно, правила в вашей церкви чем-то отличаются. Вам нужно поговорить с пастором, может быть, с советом старейшин. Какие у вас правила пожертвования и как вы можете распоряжаться. Но еще раз повторяю, в пожертвованиях вас никто не может ограничить. В отличие от десяти нестины, совершенно четко Бог прописывает нам, куда и зачем их нести. Это тот вопрос, на который я хотел ответить. Я думаю, что здесь много рассказывать не надо. О том, что нужно отдавать десятины, тоже, думаю, рассказывать не надо. И пусть Господь вас обильно благословит в ваших пожертвованиях, чтобы Он воздал вам меру нагнетенную, трясенную и обильной в 30, в 60 и в 100 град. Во имя Иисуса. Аминь. Второй вопрос, который я хотел сегодня обсудить, это тот вопрос, который задавали вы. Очень много проповедей, которые вы слышите, в том числе и от меня, говорят о перемене образа мышления. Как это можно сделать? Можно ли вообще изменить образ мышления? Есть много разных мнений по этому поводу. Мое мнение такое. Оно не претендует, естественно, на истину в последней инстанции, но тем не менее. Изменить мышление вообще невозможно. То есть нельзя просто сесть вот так вот, щелкнуть и поменять свое мышление. Так не бывает. Мышление меняется вследствие каких-то определенных наших действий. Почему? Потому что я напомню вам такую цепочку знаменитую. Мысль порождает действие, действия порождают привычки, привычки порождают характер, а характер порождает судьбу. То есть фактически, если мы недовольны своей судьбой, нам нужно поменять свои мысли. Но дело в том, что мысли, которые у нас в голове, они не от нас. У нас в голове ничего само по себе не происходит, не зарождается. Мысли к нам в голову сердца. И на всех языках мира, какие бы вы ни слышали и ни говорили, вы всегда будете слышать одно. Мне в голову пришла идея, меня посетила мысль и так далее. То есть мысли нас посещают, мысли к нам приходят, идеи к нам приходят. От кого? Мы знаем, что все хорошее идет от Отца Света, то есть от нашего Всевышнего, который посылает нам те мысли, которые мы должны иметь в голове. Но и дьявол, как говорится, не спит и не дремлет точно так же, потому что он копия Небесного Отца, хоть и неудачная, но копия. И он точно так же сеет нам разные мысли. Эти мысли наверняка очень нехорошие. Это мысли сомнений, это мысли стыда, это мысли страха, это мысли депрессии, различных неблагочестивых действий и так далее и тому подобное. То есть очень много вещей происходит в нашем мозгу, когда дьявол сеет нам все эти мысли. И на самом деле то, что мы эти мысли в голове имеем, то есть мы их приняли вот сюда, вот в мыслеприемник свой, между правым и ухом мыслеприемник такой есть, называется он человеческий ум. В этом ничего страшного нет. На самом деле мы должны пленять все плохие мысли, послушание Иисусу Христу, мы это все знаем. Но почему же при всем при этом Павел говорит, что я чего не хочу, то делаю, а чего хочу, того не делаю. То есть в результате какие-то действия, как следствие мыслей, которые у нас в голове есть, которые мы делаем, но мы не хотим. Мы изначально знаем, что это нехорошо, мы не хотим этого делать, но мы это делаем, потому что действия – это всегда последствия мыслей. Очень просто. Есть два, по библейским, так сказать, утверждениям, я в них свято верю, есть два образа мышления – помышление ума и помышление сердца. Бог судит помышление сердца, а не помышление ума. И если мы с вами, то есть в мыслеприемник поступили мысли, дальше мы их должны отфильтровать, что наше, что не наше, что мы хотим, дальше принять ничего не хотим, все, что мы не хотим принять. Но понятно, что эта мысль останется здесь, она никуда не денется в этом мыслеприемнике, если, конечно, мы ее оттуда не уберем. Но дальше эта мысль, грубо говоря, проваливается нам в сердце, и здесь в сердце оно сеется, это как зерно. И я хочу вам сказать, что любая мысль, посеянная в вашем сердце, это почва очень плодоводная, и любая мысль, посеянная в вашем сердце, даст свой плод. И это очень важно. Поэтому Иисус говорит, берегите прежде всего ваше око, то есть чтобы мы не видели всякого плохого, потому что насветили грех всего тела. Притчи говорят, что нужно больше всего беречь свое сердце, потому что оно источник жизни. Представьте себе, что если ваш источник жизни зарастет сорняком, будет очень неприятная ситуация. Так вот, если мы с вами приняли какие-то мысли в сердце, мы начинаем их реализовывать в жизни, потому что любое действие, как я уже сказал, это последствия мысли, это следствие его. Эти действия формируются у нас в привычке, привычки нам формируют характер. Так вот, когда мы приходим к Богу, в этот момент мы понимаем, что есть многие вещи, которые мы делаем, они неправильные, потому что мысли, которые породили эти действия, тоже неправильные. Нам нужно с этим что-то решать, что-то с этим делать. И в этот момент мы хотим поменять свое образ мышления. Да, понятно, что иногда бывает такое, что Бог приходит и просто раз, и меняет человека на лету, просто за секунду становится другим человеком. Но это все не наше, это не от нас зависит, это не вне зоны нашего контроля, это Божье решение. Но Иисус говорит, что от Ивара до наших дней Царство Божие усилием берется. То есть мы должны предложить усилия для того, чтобы наш образ мысли бы применялся. И если мы замечаем на собой какие-то действия, например, сквернословие, порнографию, там, я не знаю, осуждение, может быть, какие-то другие действия, неважно какие, и мы вдруг ловимся на мысли, опа, я сейчас иду делать опять то же самое, это значит, что мысль, которая у нас в голове появилась, она та же самая. Что нужно сделать? Нужно сломать этот автомат, нужно не делать этого. То есть если нас сейчас, скажем, человек только покаялся, или не только покаялся, а вообще, я знаю очень много курящих, левящих. Но человек понимает, что курить вредно, что ему делать, чтобы не курить? Вот потянулась рука к сигарете, он должен сам себе сказать, я этого делать не буду. Не буду, потому что это плохо, и не делают этого. В голове происходит смена автомата. То есть мысль была посеяна, нужно покурить, и вдруг действие не последовало, и если это повторится еще раз, и еще раз, и еще раз, эта мысль перестанет действовать в нашей голове, потому что она перестает быть триггером, она становится неактуальной. Так работает человеческий мозг, но есть так, в общих чертах. Поэтому, если вы хотите поменять образ своих мыслей, обратите внимание на то, что вы делаете. Для этого вам нужен наставник, или брат или сестра, которые будут вам помогать с этим со всем справиться. Это должен быть человек верующий, который в вере уже долго, и который не живет ни в каком явном грехе, и у которого нет субъективного к вам отношения, то есть хорошего и плохого. То есть он вас просто любит в любовь к Божию Иисуса Христа, и он готов помочь вам стать другим. Для чего он нужен? Для того, чтобы, если вы что-то вдруг сделаете не так, не осуждать вас, а вот ты опять... Нет. Для того, чтобы он сказал, смотри, ты опять сделал неправильно. Что нужно сделать, чтобы этого не повторилось? Давай в следующий раз сделаем так-то. Есть очень много разных методов, которые я применяю в работе со своими верующими, верующими, которые меня окружают, братьями и сестрами, теми, с кем мы проводим энкаунтеры. Мы именно так и поступаем. То есть когда человек говорит, ой, я опять что-то сделал, мы его не осуждаем. Мы говорим, как ты считаешь, что нужно сделать в следующий раз, чтобы этого не повторилось? И мы с ним вместе разбираем эти вопросы. Обратите внимание, что Бог создал нас по образу своему и подобию. И вот в этой вот коробочке между правым и левым ухом у нас заложены все абсолютные ответы на абсолютно все вопросы. Нам нужно просто научиться всем этим пользоваться. Для этого как раз нужно взгляд со стороны рыбы. Она не видит аквариума, в котором она живет. Но мы со стороны видим и аквариум и рыбу. То же самое и наставник ваш. Он видит со стороны и ваши обстоятельства, и вас в этих обстоятельствах. Он может подсказать, как и где лучше поступить по библейским принципам. Я желаю вам найти такого человека и действительно поработать с ним над своим образом действиями. Обязательно задавайте вопросы на эту тему. Я очень люблю раскрывать эту тему. Тему именно образа мышления, образа действия, моделей поведения и так далее. Очень актуальная для христиан тема, потому что мы почему-то в вере иногда разлучаемся думать. Мы думаем, что все произойдет само собой. Никакой волшебник в голубом вертолете не пролетит, ничего вам бесплатно показывать не будет и ничего в подарок вам не оставят. Нужно все делать собственными усилиями. И этому посвящено очень много моих пробований и выступлений публичных, и на телевидении, и на различных семинарах, и саммитах и так далее. Обращайтесь, я с удовольствием помогу вам раскрыть эту тему. Третий вопрос, который я хотел с вами обсудить сегодня, это вопрос ветров учений. Дело в том, что ветра учений это перевод на русский язык, и на иврите слово ветер и слово дух обозначаются одним словом – рух. И почему я, собственно, захотел поговорить на эту тему, потому что недавно столкнулся с одной очень неприятной ситуацией. Опять же, это мое субъективное мнение, но, вы знаете, это все как-то формирует у окружающих нас людей мнение о том, кто такие христиане, почему они такие, почему они так себя ведут. Один из епископов, я не буду называть имен, кто знает, кто знает, но не знает, просто приметит это как притчу или реальную историю без имен. Один лютеранский епископ недавно объявил о том, что он с этого момента ортодоксальный иудей, и что все, что он делал до этого, он заблуждался, и теперь он присоединился к евреям по вере. Он не по крови еврея, он по вере присоединился. Можно так делать, в Библии написано, но вопрос, зачем, после того, как уже свершилось все, что свершилось в Новом Завете. А произошло это вот почему. Потому что в свое время церковь на каком-то этапе начала очень сильно заигрывать с аудаизмом. Приглашали раввинов проповедовать в церквях, принимали участие во всяческих там саммитах с раввинами и так далее. Иисус предупреждал, берегитесь закваски фарисейской и седукейской. Он ничего не имел против фарисейства. Фарисеи это были люди, которые хотели изучать Тору всего на все. Ну, понятно, что между тем, что мы хотели делать, и тем, что получилось, есть большая разница. Но они хотели изучать Тору, и это было классно. Но он сказал, берегитесь закваски фарисейской и седукейской. Писание также говорит, что малая закваска все тесто квасит. Писание также говорит, что все, что Иисус сам говорит, все, что они вам говорят делать, делайте. То, что они сами делают, не делайте. Но вы знаете, что происходит? Если углубиться немножко в историю, почему сегодня есть такой конфликт между иудеями и христианами, потому что это история религии, я не буду в нее углубляться сегодня. Но дело в том, что то, что мы имеем сегодня, и я сейчас даю провокацию такую, я знаю, что будет много сейчас комментариев, много всяких высказаний, но я готов развитие эту тему, даже подискутировать с кем-нибудь в прямом эфире. Иудаизм сегодняшний, современный равенский иудаизм, ничего не имеет общего с той верой в единого Бога, которую исповедовали Иисус Христос, пророки, ученики Иисуса Христа и даже первые христиане практически на протяжении 400 лет. 300 с лишним. Так вот, ничего общего в этом не имеет. Сегодняшний радикальный, или, так сказать, ортодоксальный иудаизм, это не религия единобожия, это религия против Иисуса Христа. Почему? Потому что если все, что говорит Иисус, это правда, то у раввинов есть проблема перед Богом. Они в большом грехе перед Богом. Более того, Иисус говорит, что у нас есть только один учитель, а рав, как в переводе с еврей, это учитель. И здесь учителей, вот сколько учителей, столько и учений. Соответственно, каждый раввин считает своим долгом выпустить какое-нибудь постановление галактическое, и все, кто за этим раввином следует, они обязаны этому постановлению следовать тоже. И, в общем, короче говоря, не нравится раввинам Иисус Христос. И они даже его называют не Ешуа, то есть так, как его называет Бог, а Ешу. И такого имени не существует. Ешу – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Ямавшимогазихрог», в переводе обозначает проклятое имя и память его. Вот представьте себе, что вот такие люди, которые называют его… Им даже запрещено произносить имя Иисуса, его не называют ни Иисус, ни Ешуа, они его говорят либо «Ишминацерек», то есть «человек из Назарета», и либо «Аишау», то есть «тот человек», либо Ешу. И вот такие люди, которые фактически противоречат Писанию, в Писании, в Послахе Иоанна написано «Никто, говорящий Духом Божьим, не может произнести анафему на Иисуса Христа». То, что они называют Ешуа, Ешу, или «Аишау», или «Аишминацерек», это уже анафема на Иисуса Христа, то есть они не говорят Духом Божьим. Простите, зачем людей, не говорящих Духом Божьим, ставить за кафедру, чтобы они проповедовали? И вот они проповедуют, то все равно, что, опять, кидаю провокацию, сейчас будет много реакций, я знаю. Это все равно, что дать бесам проповедовать с кафедрой. Одно и то же. Так вот, зачем давать людям, которые говорят не Духом Божьим, проповедовать в вашей церкви? Я считаю, что это просто грубейшее противоречие между тем, что Бог от нас хочет, и тем, что мы делаем на самом деле. Поэтому, вот когда приходят такие люди и начинают в свете своей религии, антихристианской религии, рассказывать про Ветхий Завет, как бы погружая нас в корни христианства, простите, христианство не имеет корней в современном иудаизме. Христианство имеет корни в Торе, пророках и в Писании. А это не изучается в современном иудаизме, оно читается, конечно, на основании Торы пишутся какие-то изыскания родинов, мудрецов и так далее, Талбуд написан, Вавилонский, Иерусалимский, есть куча всяких комментариев, но там нет ничего, что изучалось бы по Торе. Потому что, к примеру говорю, если бы, например, современные иудеи жили по Торе Моисея и по его законам, то национальность еврея определялась бы по отцу, а не по матери, потому что ни у одного из наших прародителей, кроме Авраама, не было жены еврейки. У всех были жены из язычниц, и еврейство передавалось только по отцу. Так вот, это один из примеров, почему современный артодоксальный иудаизм ничего общего с Тори Моисеем не имеет. Так вот, таким людям дают проповедовать, как бы погружать нас в корни христианства. Но нет корней христианства в современном иудаизме, потому что современный иудаизм это не корни христианства, а антихристианства. И поэтому, когда люди не знают, на самом деле, Ветхого Завета, когда они не понимают, почему была написана первая глава, вторая глава, третья глава, и почему во второй главе очень много повторяется из того, что написано в первой, в чем заключаются слова Бога, которые он говорит в третьей главе, в пятнадцатом стихе. Если мы этого не понимаем, или с чего начинается шестая глава бытия, почему там так написано, почему там вдруг про дочерей, почему там вдруг какие-то сыны Божьи, почему там какие-то великие, славные люди, которые Богу не понравились. Если мы не понимаем этого, то мы не можем понять и Нового Завета. И тогда у человека остается только один вариант. Принять Новый Завет по вере. Само по себе принятие Нового Завета по вере, это замечательно, потому что это и есть спасение. Мы принимаем веры, живем верой, но мы строим дом, и строим должны его каменный и на твердом основании, на скале. Так вот, каменный дом, это наша вера, это наши камни веры. Основание есть Иисус и то, что Он принес. Он принес то, что говорил Бог через пророков. Он не приносил никакого христианства, поймите. И Он никогда не противоречил ни одному слову Ветхого Завета вообще. Хотя и современные люди утверждают, что полностью Новый Завет противоречит Ветхому. Не противоречит. Там нет никаких противоречий вообще. И они не хотят вступать в эти дискуссии, потому что они не хотят быть обличаемыми. Это, кстати, еще одна проблема раввинов. Они считают, что они самые правильные, а неевреи считают, что евреи — это народ книги, и им доверено слово, и все, что они говорят, это самые мудрые, тра-та-та-та-та-та-та. Короче говоря, мы должны понимать Ветхий Завет. Кто может вас учить Ветхому Завету? Ну, а практически евреям, например, таким, как я, их много, кстати, евреев, которые очень хорошо разбираются в Ветхом Завете, очень хорошо разбираются в теологии, в систематическом богословии, и они расскажут вам, и вы можете обратиться и ко мне, я этим занимаюсь, это один из моих любимых предметов в библейском колледже, который я преподаю. И я просто расскажу вам историю Ветхого Завета, потому что я практически носитель языка. Я прекрасно знаю ефрит, очень достаточно хорошо знаю древнегреческий и прилично знаю арамейский. И это как раз те языки, исходя из которых, например, проповедовал Павел, исходя из которых проповедовал Стефан, исходя из которых проповедовали другие ученики Иисуса Христа в Европе. А совсем не на том языке, на котором сегодня и ортодоксальные евреи читают Тору, потому что оно написано на новом еврейском языке. Нет, он старый по грамматике, но он новый по написанию, и там есть 18 изменений, которые они официально внесли и зарегистрировали, что они их поменяли. Например, в книге Иова жена говорит Иову «Благослови Бога и умрит», да? А что тут такого? «Благословил Бога, я должен умереть?» Нет. В оригинале написано «Проклини Бога и умрит». Смотрите, «Вас в Библии написано «Проклини». А в иудейской традиции написано «Благослови». Почему? Потому что они посчитали, что исходя из того, что синагоги были открытыми домами, и люди, которые проходили мимо, если они вдруг услышат во время чтения этой книги слово «Проклини Бога» из Божьего дома, это будет выглядеть очень плохо, и поэтому они поменяли слово «Проклини» на «Благослови». И таких изменений внесли у нас только официально. Я не говорю про остальные, которые были адаптированы под, так сказать, масоретские тексты. Поэтому, когда вы приглашали, когда к вам в церковь приходят проповедовать Рамины, я не знаю, приходят ли к вам, надеюсь, что нет, потому что если человек вот такой вот дух учения принимает, как бы антихристианский, то у него и вера будет поколеблена, и тогда ему будет, ну, вообще просто очень, его будет просто очень сбить с толку, просто навалится, что называется, ветра, да, духи опять же, и дом рухнет просто. И потом начнутся такие вопросы. Если Иисус Бог, зачем ему нужно было принимать крещение, и так далее. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, не изучайте Ветхий Завет у ортодоксальных евреев, изучайте его у христиан, которые занимаются систематическим богословием. Это люди с высшим образованием, которые на основании многих исследований понимают, о чём идёт речь в Ветхом Завете. И желательно, чтобы это были носители языка, то есть люди, говорящие на иврите, понимающие на иврите, читающие на древнегреческом, понимающие, что там написано, на арамейском и так далее. Потому что это очень важно. Там фактически важно каждое слово. Дам вам пример маленький, но такой вот очень существенный. Когда мы читаем с вами книгу «Бытия», написано, что Бог создал небо и землю, и Бог создал, написано в мужском роде, но там написано, что и Дух Божий носился над водой. Но Дух Божий в переводе с иврита он женского рода, и там фактически написано, и Дух Божий носилась над водой. Это очень важно. Бог имеет и мужское, и женское начало. Когда это опускается, принижается значение женщины в церкви. Когда это опускается, начинается вот почему Иисус сказал «Мария, не трогай меня», а ученикам сказал бы «вы положите в пальцы в рамы моей». То есть женщина нечистая, мужчина чистая. Это все неправда. Не зная истоков Ветхого Завета, мы не понимаем нового. Мы только его принимаем, но наше принятие можно поколебать. Вот это вот я не хочу, чтобы происходило. Поэтому обращайтесь, с удовольствием помогу вам в этом разобраться. В чем смогу, если нет, обрадимся к другим источникам. И я думаю, что на этом закончили. Так вот, по поводу того епископа. Я не знаю, есть ли это секретная у него миссия и так далее, но пока что он называет Ешуа Ешуа. Это значит анафема на Иисуса. И это значит, что он не говорит Духом Божьим. Но будем надеяться, что Господь его вернет. Знаете, многие заблуждались, уходили в Ересину, в конце концов возвращались, каялись. И вы знаете, Петр трижды предал Иисуса, но был трижды прощен. Поэтому не надо наезжать на таких людей, которые принимают какую-то другую религию в поисках Бога. Это само по себе показывает, что люди ищут. Они ищут. И единственное, что мы-то знаем, что Иисус есть путь истинной жизни. В конце концов, если Бог захочет, то он вернет его на свои пути. А может быть и нет. Потому что написано, что даже нечестивый придет на день гнева. Так вот, я хочу просто вас ободрить, потому что ничего страшного. Будут всегда уходить люди в разные ветра учений, в духи учений. Не давайте просто бесам учить вас жить, не давайте бесам учить вас слово, потому что они умеют говорить, но то, что они говорят, и то, что они на самом деле, что они имеют в виду, это разные вещи. Поэтому просто будьте в еще больших отношениях с Богом. Укрепляйте, щите Бога, укрепляйте свои отношения с Ним. Изучайте ветхий завет для того, чтобы понимать много. И благодать Господня будет на вас, потому что Бог хочет, чтобы мы вникали в себя и в учения и спасали себя и слушающих нас. И будьте благословен во имя Иисуса. Аминь. Еще одно хотел добавить. Если вы хотите стать партнером нашего служения, то здесь внизу, под этим видео, есть ссылки на пожертвование. Можете зайти и пожертвовать в любую удобную вам сумму на наше служение. Она нуждается в поддержке. И мы будем очень рады видеть вас в числе наших партнеров. И еще раз благодарю вас, что вы слушаете наши подкасты. Обязательно пишите комментарии, обязательно делитесь ими. Это очень важно для многих людей. Благодарю вас и будьте благословенны. До встречи через неделю. Мы выходим по вторникам в 10 часов утра по израильскому времени в эфир. Будьте благословенны и пока. Субтитры подогнал «Симон»!